Грузный скандал в Борском районе. В поселке Никлюдово организовали стоянку для большегрузов и дальнобойщиков. Стоянка находится посреди жилых домов и до ближайших из них щитные метры. И жители возмущены таким соседством. У нас расположилась стоянка дальнобойщиков. Машин очень много, очень много. По 40 машин ездят в день. Они все вот туда заезжают. А сейчас зима. Они очень долго разогреваются. Загазованность еще больше. Шум, гам, тартатам. Это идет. Они ведь приезжают и ночью, и поздно вечером. Улица узкая. Они заезжают. Они прям идут и не съезжают. А легковым машинам показывают. Вот. Вроде бы ты что, сверни с дороги. Санитарная норма нарушена. Посмотрите, вот дом находится. Видите? Вот это стоянка. Вот незаконная стоянка грузового транспорта. И вот река Везлама. Все это находится в водоохранной зоне. Дома находятся у жителей прямо за стеной вот этой вот стоянки. Расстояние от жилых домов до границы со стоянкой 5 метров. Вот стоят вот эти вот фуры. Вот они все. Меньше 5 метров в строении. Вот жилой дом. Здесь люди огороды. Кадастровый статус данного участка, на котором расположено данное предприятие, имеется как придорожный сервис. В функции данного кадастрового участка не должен входить сервис грузовых автомобилей. На данный момент здесь осуществляется постоянная стоянка, ремонт и нытье данных машин. На каком основании им дали разрешение организовать здесь стоянку? Она вообще должна в 100 метрах от жилого района. И вообще в жилом массиве не должно быть дальнобойщиков. Заезды не должно быть. Они должны находиться вдоль трассы. По просьбе жителей на автостоянку прибыла специальная комиссия с представителей администрации, Роспотребнадзора, прокуратуры. Как заявили представители компании, никаких серьезных нарушений у них выявлено не было. Как и в любой организации сфере деятельности, есть незначительные нарушения, те, которые нам нужно устранить. С нашей стороны они будут устранены. Ввиду изменения законодательства, требуют, в соответствии с нашей стороны, определенных мероприятий для сотрудничества и взаимодействия с Роспотребнадзором. То есть с нашей стороны будут определенные действия проведены. И, соответственно, поданы заявления в эти органы, которые, по сути, нас обилят, наверное, в глазах местных жителей. Они стоят коптят, стоит вибрация. И вы говорите, ничто не нашли. Ничто не нашли. Я прошу прощения, вот вы со стороны, откуда-то из толпы, да? Вот давайте так. Сейчас представители организации, контролирующих, были у нас на территории. Каких-либо замечаний не нашли. Соответственно, из толпы можно, ну, все что угодно говорить. Когда были проверяющие органы, не было ни одной заведенной машины, поэтому невозможно было зафиксировать ни загазованность, ни вибрацию от данных автомобилей. Мы стояли вот здесь, вот, и, поверьте мне, я живу в соседнем доме, и даже через закрытые окна я их прекрасно слышу. Вы слышите что-то? Вот сейчас машина у нас, рефрижератор работает. Одна. Можете посмотреть. Так нет, ну... Вышел федеральный закон 342, где написано, что до 1 октября 2024 года мы никаких санкций не можем применить к этим учреждениям. Они должны оформить эту санитарно-защитную зону. Вот если они до октября не оформят ее, ее могут или увеличить, или сократить, потому что будет организация делать расчеты и делать замеры. Если они это ничего не сделают, тогда вот после октября 2024 мы можем применить штрафные санкции. Пока мы сделать ничего не можем. Напомню, рядом с поселком Неклюдово уже есть еще один постоянный источник вибрации, шума, а самое главное – света по ночам, так называемого ка-саурона. Огромный тепличный комплекс, который построили рядом с жилыми домами. Ближайшие соседи, которые лишились покоя и не могут нормально спать по ночам, долгое время судятся с этим комплексом, добиваясь его или закрытия, или снижения уровня света, вибрации и шума. На комплексе заявляют, что меры принимают, но, по словам жителей, принимаемых мер недостаточно и проблемы остаются.